мы начали открывать отделение внутри городов а где они были до этого смотрите как остановилась новая почта к этому нужно быть готовым катастрофичность последствий зависит от реакции компании тут есть одна штучка которая меня просто удивило что она здесь стоит можно это диплом который вот тут даже есть мой автограф да это я вот это мои коллеги это мы в 2019 году почему-то решили что вы франшиза года окей но наверно принципе это было заслужено вы тогда нас поразило как вы выросли по сравнению с 18 потому что 18 у вас было около 1000 отделений а в девятнадцатом уже спустя там год-полтора франчайзинга вообще всех на начало двадцатого года нас было где-то в районе пяти за карантинный ужасный год вы приросли на три дома мы открывались бы быстро я у меня нет сейчас точных цифр под рукой я помню что мы планировали открытие в районе 3000 отделений и мы да и мы и мы это сделали поэтому ну наверное были цифры в девятнадцатом году ну такие достаточно тоже такие скачкообразные вы помните этот день когда вы приняли google этот день когда вы с к там собрались там топ-менеджмента мы сказали так все идем захватывать там деревни села маленькие города это шутбуку это такой переломный момент мне кажется какая вообще история была экспансии назовем это так она началась в десятом году территориальная экспансия до этого мы одна из таких прорывных наших идей была она родилась в 2009 году что мы начали открывать отделение внутри городов очень многие это не поняли из наших коллег из игры внутри городов а где они были до этого за пределами городов нет до этого был стандарт я бы сказал в нашей индустрии что было в каждом городе было по одному отделение как правило это были отделения такие грузовые на больше были бывшие склады и так далее все так вот мы решили что мы пойдем внутри городов и будем создавать впервые сервисные отделения мы это будет уже не склад это будет очень комфортабельное отделение похоже на банковский это была первая прорывная идея и буквально в одиннадцатом году в одиннадцатом году это я точно помню у нас появилась первая франчайзинга выдели мы подумали в качестве гипотезы а что если в каком-то населенном пункте местный предприниматель они новая почта будет развивать его более успешно то есть это была гипотеза которая потом нам понравилось которая сработала и тогда знали и сейчас знаем что есть условно некая точка управленческая когда местный предприниматель гораздо быстрее разовьет свой населенный пункт чем когда туда придет новая почта как бы она успешно не пришла мы находимся на киевском инновационном терминале это самый большой распределительный центр новой почты сегодня его сортировочные мощности а позволяет обрабатывать 50000 посылок в час в час да это сколько в секунду на посчитать 14 почти в секунду вот мы я пока это хорошо уже будем вас и воде да будет быстрее это новая сортировочная линия благодаря которой мы можем сейчас сортировать два раза больше чем сортировали прошлом году запущена в декабре поэтому можем посмотреть процесс сортировки груза а здесь вообще нет людей сортировка она происходит полностью роботизирован сколько на весь кит сколько персонала это порядка 800 человек которые работают четыре смены получается по 200 человек смены происходит скидновка посылок это общая непосредственно лента лента ленту вообще происходит наброс сразу с нескольких автомобилей а если я сейчас выхвачу посылку что будет можем остановить линию серьезно поэтому да конечно считают направления и сканер тубискан сразу проверяет вес то есть каждая посылка сразу автоматически взвешивается то есть мы получаем системе уже ее вес можем контролировать вес который был принят и дальше же непосредственно сканер определяет куда данную посылку направить сколько проект занял времени порядка 5 лет здесь все начинается если после сначала сортировочной линии откуда сейчас происходит выгрузка автомобилей дальше непосредственно все посылки проходят на сортировочной линии которые мы увидели проходит через сканер дальше сортируется по направлениям либо же на отделение либо же в другой город другую область и посылка также через такой же рукав попадает в автомобиль давайте все-таки марию покажем и уже показывали на некоторых каналах но это мне кажется крутая идея это самолет вы как авиаконструктор или инженер точнее да можете назвать их характеристики чем круто мария мария круто тем что во первых это самый грузоподъемный самолет в мире по-прежнему остается рекордсмен он функционально сейчас он может полететь а да он он летает если не ошибаюсь это другая проблема сейчас я не раздаю то есть он может он берет больше всего груза во вторых если не ошибаюсь там в районе 250 тонн грузоподъем но это не один к одному потому что мне кажется таких огромных грузовиков новой почты не существует во вторых вот это вот этот формат загрузки такого час фюзеляж надо хорошее решение и она позволяет и мрии и младшему брату ее руслану позволяет перевозить абсолютно уникальные по габаритам грузы то есть если сзади было бы меньше просто сзади он бы не смог загружать грузы с теми характеристиками габаритами которые он сейчас берет когда сейчас время от времени ее поднимают воздух с какими-то грузами это точно не это пиар полеты они они бизнес вы работали на кб антонова что-то помните с тех времен что вы можете там что-то сделать и не знаю все помню все помните что вы делали крылья а я отвечал я двигателист как и владимир мы конструкторы авиационных двигателей и расчетчики авиационных двигателей я занимался многими вопросами я работал там три года моим базовым проектом был самолет an 140 я его видел три дня назад в жулянах ну самолет который я я участвовал в создании разработки а я понял он летает по-прежнему по моему сейчас в авиакомпании мотор сич по моему он летает там много айти внутри прилично я просто вспомнил эту историю с боингом 737 макс помните два года назад уже многие забыли за коронавируса на самом деле хайповая была такая обсуждаемая тема это падение двух самолетов там 18 и 19 для помню трагедии были большие или насколько я помню то в основном было связано с тем что пилоты неправильно использовать пользовались инструкциями или там что так это было софтверная проблема которая по сути обновлением это я сильно утрирую процессы но грубо говоря вот так она во всяком случае в сме отражалось обновили прошивку и теперь не самолет не будет падать они не настолько антоновские самолеты не настолько диджитализированы я да я нас по боинг хотел поговорить вот такие по сути вот махина сколько боингу лет ну типа там лет пятьдесят наверно компании ну давно я думаю что больше больше даже да вот и тут вот из-за такой глупости человеческой это возможно это даже решение кого-то одного человека да ну или там может быть небольшой группы сделать но не решение точнее ошибка их не по сути ну боинга сейчас мне кажется дела не очень хорошо из-за этого то есть это репутационная большая потеря вы вот сталкивались подобными рисками когда машина слишком большая уже компания и есть вот какой-то маленький фактор который может привести к катастрофе который в итоге развалит все как этого отслеживать избегать или просто надеяться на на людей во сколько людей работают сами соли сейчас у нас работает 42000 он 2000 человек сколько рисков совершить ошибку это вариант только один и инструмент только один это тотальная стандартизация процесса то есть на таких объемах ими управлять можно исключительно с помощью стандартизации это же шире чем просто распечатать документы да это обучение это контроль постоянный это такая паранойя над соблюдением этих процессов и тем не менее даже в таких даже при таком подходе все равно где-то будут время от времени какие-то фейлы происходить что касается боинга смотрите слишком уж сложная слишком уж сложная машина я не могу сказать сколько было во всей этой истории пиара а сколько было или анти пиара или анти пиара до черного пиара любой рост технологии он ведет к усложнению вот вы сейчас становитесь техно более технологичной же компании да конечно конечно все становится все более и более сложным например мы это наблюдаем на на наших сортировочных центров да когда мы сортируем уже там практически все грузы мы сортируем с помощью автоматизированных систем на ките да на ките в харькове во львове в хмельницком их уже много это просто создает свои проблемы то есть теперь нам например нужно держать команды обслуживание этих сортировочных линий собственные команды нужно их тренировать готовить это голландские системы голландцы просто не будут здесь сидеть двадцать четыре на семь да там триста шестьдесят пять дней в году они тоже ломаются смотрите как остановилась новая почта я вчера вот признаюсь хотел заказать компьютер на розетке и у них где-то две минуты не работала кнопка добавления в корзину я только мог представить сколько денег они в этот момент потеряли от недовольных но я лояльный клиент по всем причинам я дождался реально глючил сайт что такое происходило тех работу вас получается ли не остановилась это глюк какой-то или не это не глагами значит это может быть вызвано либо скажем кто-то вынул посылку либо произошло возможно замен посылки еще что то есть есть кнопки выключения когда линию при форс-мажорной ситуации могут остановить все останавливается да не эта часть данного сортера останавливаться то есть у кого денег вы теряете в минуту здесь это сдать или тысячи или миллионы я думаю тысячи мы когда снимали там с максимум милежиком как раз вот обсуждали эту огромную линию и она остановилась да то есть буквально там на несколько минут я даже не знаю сколько при этом новая почта потеряла денег но это вот 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 я вот про этот человеческий фактор или даже не человеческий какой-то фактор который это не человеческий канал вы следили за этого года в течение напомню да те кто смотрит попозже шести дней как он правильно называется это не танкер это контейнеровоз evergiven застрял сел на мель шесть дней перекрывал несколько сотен кораблей не могли проплыть потери экономики оценивают сейчас 6-10 миллиардов долларов за шесть дней это крупнейшая полу логистическая катастрофа в в истории наверное да и и опять же это человеческий там факт погода говорили сильный ветер в египте да там смог смыл контейнеровоз но все равно все равно вот как бы вот мелочь погода и все все как компания еще раз к этому нужно быть готовым и google ложится время от времени и facebook ложится нет безукоризненных систем это нормально просто ты должен минимизировать ущерб должен этим заниматься катастрофичность последствий зависит от реакции компании проблем не избежать мы помним там знаменитый кейс то или нового да это аналог ибупрофена снятие боли до болевых и за да 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 на конце цепочки стоял ненормальный человек на производстве который просто там домешивал специально специально суть истории в том что компания нашла в себе силы признаться что произошло и вот эта открытость она сути с нее началось выздоровление будем говорить так признать ошибки естественно избрать из исправить технологии исправить процессы где-то ужесточить контроль и так далее поэтому в наше время репутация это все ошибок не избежать ошибки нужно исправлять признаваться в этом сейчас время в принципе честности на мой взгляд честности и открытости ну кейс который уже 100 раз обсуждали то что с вами происходило там несколько лет назад когда вы пошли в фейсбук чтобы защитить компанию насчет признание вот читаете до противную газету вот здесь есть история которая действительно впечатляет когда история любви практически между сотрудником мчс и сотрудником почты мчс ник приехал с мигалками на учения к этому отделению включил эти сирены чтобы люди эвакуировались это были реальные учения вы выбежала эта девушка он признался и в любви и я так понимаю что он предложил руку и сердце да да сделал предложил сделал предложение в запорожье это было вот эта история действительно которая вот удивляет сколько у вас я не знаю там ведете статистику сколько уже семей благодаря новой почте появилась я думаю что в сотнях измеряется измеряется да ну вот еще одна это круто то есть мы вначале только что посмотрели выгрузку выгрузку посылок которые были приняты на отделение здесь она улетает а здесь непосредственно уже линия сортирует по направлениям вот одесса николаев харьков вот и данная машина уже сейчас под загрузку и дальше посылка транспортируется да на херсон на распределительный центр это знаете в аквапарке и горки называются там камикадзе там умри но и сегодня а здесь называется по по именам по названиям городов одесса николаев и так далее пойдем хоть посмотрим кому транспортирует гайдук александр анатольевич из города херсона это вам это то что это я говорил по качеству то есть если посылка не отсканировалась возвращается и менеджер по качеству перепаковывают делаю то есть чтобы если сюда вдруг приехала посылка которая отклеился скотч маркировка не видно то она здесь до упаковывается и отправляется дальше по магистрали друзья это знаменитая таврия 1 и 2 литра на которой владимир поперечнюк один из основателей компании новая почта еще в полтаве это год 2000 здоровье тревоги четвертый в общем давно 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 возил еще самостоятельно посылочки он уже не возит посылки я уже не возят и у него скорее всего уже не таврия но я думаю да лана соль поэтому автомобиль с которой все начиналось он закрыт попробуй открыт все для людей на да ни в коем случае суши стекло потрескалась надо заменить ребята класс здесь было дефиле 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 до космот смысле это был да это был показ мод он был вот в этом коридоре что показывали новую униформу но и показывали новую униформу новой почте прикольно здесь собралось много людей причастны к этому вопросу маркетологов операционистов половина из них это были работники отделений показывали мы это группе рядовых сотрудников отделений чем была идея идея была показать очередную итерацию нашей формы и услышать что об этом скажут собственно работники поле да и здесь вот было было шоу а потом там где-то около десяти сотрудников то не стояли в этой форме их ощупывали пытались открыть карманы пытались засунуть в эти карманы сканер безопасность на функциональность на юзабилити да на функциональность поэтому такие здесь происходят тесты это комнаты где можно посидеть здесь можно закрыться и поговорить по телефону или посидеть в тишине такая кабинка в которой мы все почти весь прошлый год провели ну условно мы находимся на отделение на франчайзинговом отделении это отделение без ограничений по весу вот грузовое отделение которое полностью стандартизировано двигатели машину можно сюда заказать да в том числе вот стандартизировано плюс проходит пилотные проекты по новым формам там упаковки стеллажей вот приема посылок экспериментальное такое да да поэтому это такой будущий формат которому будут приведены все отделения ну выглядит конечно намного круче многих отделений это у нас второе отделение в данном населенном пункте населенный пункт гатны вот первое отделение находится непосредственно в самом мегамаркете на территории тоже можем посмотреть поэтому данное отделение без ограничений уже использованы новые стреллажи операторов столы новые столы операторов да на столе можно провести осмотр посылку отправку посылки упаковки посылки есть непосредственно зона выдачи посылок денег клиенты получают и зона отправки посылки то есть в части разделены потоки это 1 франчайзи 1.5 я просто знаю что у вас есть франчайзи у него порядка 100 точек у нас есть лидер да лидер это света слайпа тулай ванна франковске у которого больше ста отделений основное развитие за два года то есть он открыл за два года 100 отделений много то есть это наш лидер один из самых больших партнеров в ваша история давайте знакомства и вообще работы и длительное партнерство по сути уже да с андреем федрин мы с вами встретились на пару недель назад вы как раз я к нему приходил на встречу вы от него уходили вы дружите или это больше как про бизнес вы можете рассказать об этом то есть как вы с ним познакомились и к чему это все привело на самом деле у меня есть две истории две истории партнерства первая история это партнерство с владимиром да и это основная история и до двадцатого года это было единственное единственное деловое партнерство которое до 20 до прошлого года это было единственное деловое партнерство в которое в котором мы участвовали да то есть мы не мы не вступали в партнерство больше низким в начале двадцатого года Андрей, которого мы знаем с четырнадцатого года. Как раз он делал тогда ребрендинг вместе с нами. Мы тогда много чего запускали одновременно. Да, он нам делал ребрендинг, с тех пор мы, во-первых, мы остались очень довольны, я считаю, что это одна из лучших инвестиций новой почты. Не скучайте по этой сургучной печати, которая была вообще. Ужас этот. Кто его нарисовал? Я его нарисовал. Каждый должен заниматься своим, мне кажется. Вы дизайн-курсы не заканчивали? Я не заканчивал дизайн-курсы. Поэтому, смотрите, не жалею, не жалею о том, что мы от него отказались. Федоров сделал классный ребрендинг и, кстати, продолжает работать с новой почтой, как обслуживание. Агентство нас обслуживает с точки зрения стратегического брендинга и и даже стратегического маркетинга. Потому что где-то в каких-то точках это пересекается. У нас были взаимоотношения поставщик-партнер. Потом достаточно быстро мы начали дружить лично. У нас дружат семьи. У нас есть какие-то внутренние истории, хобби. Мы с Федоровым, например, любим готовить плов на перегонки. Или в гостях друг у друга, или обмениваться фотографиями, что у кого получилось. Он хорошо готовит. А в начале 2020 года появилась возможность стать партнерами в кооперативе в новом проекте Андрея. Он предложил это нам и мы с удовольствием присоединились. Как-то поменялось с тех пор ваши отношения? Удивительным образом нет. Ты знаешь, что знаково вчера где-то под моим или под корпоративным постом в Фейсбуке очередной, это не первый раз далеко человек, написал с таким предвзятостью, типа узнала бы новая почта. Ну мы там, наверное, рассказывали новая почта, там франшиза номер один, там по количеству отделений, там все дела. Говорит, узнала бы новая почта о том, что она франшиза, она бы офигела. То есть многие люди, а я типа ответил, ну тоже с таким Степом, вы типа тоже, наверное, офигеете, если зайдете на официальный сайт компании, найдете там раздел франчайзинг. Многие не знают, да? То есть это очень странно, они думают, что вы сами открываетесь или это... Это правильно, это правильно. Значит... Лучше об этом не распространяться. Скажем, задача и задача руководителя франчайзи, то есть построить все таким образом, чтобы когда ты приходил на отделение, то есть ты не понимал, это отделение открыто по франшизе или это собственное отделение компании? Как Макдоналдс. Да, то есть у тебя нет такого, что мы там пришли, там звездочка где-то висит, значит, это там партнерское отделение. Здесь плохо. Да, вот. То есть у тебя один стандарт, один сервис, скорость доставки, одна цена. Это сколько вот в структуре 8000, это какой процент? Получается 75 процентов. То есть большинство. И сколько вот в среднем зарабатывает партнер в месяц на франчайзговой точке? От там 20 и там 100 тысяч гривен, в зависимости от оборота, от населенного пункта. Кстати, я вот с Максимом осуждал, он говорит, что вот цель компании, ну я опять же хочу подтвердить у вас или какая-то своя точка зрения, цель компании быть буквально в каждом доме, в каждом подъезде. Так и есть. Это сколько домохозяйств? Какая это цифра? Я думаю, что это измеряется в сотнях тысяч. В сотнях тысяч, да. И в частности вот этот аппарат, это один из инструментов, с помощью которых мы хотим прийти в подъезды домов. Сейчас почтоматы мы активно расставляем и в торговых центрах, и в новых жилых комплексах. На самом деле смысл в том, чтобы мы были максимально доступны для потребителя. 500 метров, которые ему надо было пройти до нашего отделения или там несколько часов ожиданий нашего курьера, мы хотим это убрать, в частности с помощью такого устройства. Мы продолжаем очень активно идти вглубь Украины с отделениями, в частности с франчайзингом. Это сколько потенциал вообще Украины с таким форматом именно отделений? Темп, с которым мы открываемся в несколько тысяч в год, мы считаем, что еще есть потенциал. То есть это десятки тысяч? Несколько лет, да, можно спокойно, можно спокойно. Держите его. Вот смотрите, например, вчера я видел цифру, что мы сейчас в каждом пятом селе. Это говорит о том, что есть из пяти сел четыре, где нас нет. Давайте перевернем это. Ну да, то есть в пять раз можно увеличиться. Да, действительно, там живет мало людей, условно, но там может жить полторы тысячи, две тысячи людей. Это клиенты, и мы придем к ним. Ну это связано со скоростью развития интернета? В этих селах, не знаю, есть хотя бы 3G? Не везде, не везде. Я не считаю, что это должно нас останавливать. Вот скорость развития интернета влияет же на бизнес новой почты? Конечно, конечно. Люди больше заказывают? Конечно, 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 конечно. Я думаю, что мы будем своим появлением, мы будем в свою очередь провоцировать приход туда интернет. Ну как это было, собственно, в нулевых в конце с e-commerce? Да, все так и было. И не только с e-commerce, но и с классической розницей. Как только Новая Почта запускала маршрут в какой-то город, туда моментально начинались отправки и там начинались открывать магазины. Точно так же будет сейчас, назовем так, в глубинке Украины. Мы очень в это верим. Слушай, ты рассказал, что ты с востока Украины. У вас есть отделение, ты открывал недавно, ты мне писал, да, что ты возвращаешься с открытиями, часть, говорить, точки на линии разграничения. Я видел фоточку с Зеленским, да, когда ты скидал, когда он лично приезжал на открытие. Расскажи об этом, что ты просил, почему он приехал? Это проект. Сейчас, в первую очередь, проект министерства интеграции, строительства таких модульных сооружений на всех КПВВ, контрольно-пропускных пунктах, на линии разграничения. То есть это Херсонская область, Донецкая, Луганская. Всего их 9. На каждом таком пункте будет отделение новой почты. И во всех этих пунктах открыты отделения по франшизе. Несобственные. Да, несобственные. То есть, в первую очередь, это территория, на которой они размещены, это территория нашей франшизы. То есть вы это проект с государством, по сути, да? Да. Дальше предлагаю собрать коробку. Так, поработать с оператором? Да, поработать с оператором, а собрать коробку на скорость с нашим оператором, кто будет. Ну, очевидно же, что я не победю. Андрей, мешай ей. Готовы? Так, какая стартовая позиция? Три, четыре. Да не поддавайтесь мне только, я же вижу, что вы. У меня не получилось. Господи, я не умею пользоваться скотчем. Клиент будет недоволен. Все выпадет по ходу движения. Так, ладно, как будто я здесь положил, что давайте вот это будем доставлять. Господи, а можно было это как-то автоматизировать? Уже, видишь, мы в процессе автоматизации. Нанимаем людей, это блогеров, да? Ну, вы справились. Буквально на секунду быстрее меня. Отлично. Поздравляем. Вячеслав, когда большой поход на мир? Смотрите, большой поход будет. Мы сейчас находимся в песочнице. Этой песочницей мы объявили Молдову. Никакого, никакого e-commerce там, например, не было вообще. Не было такого потребления, как сейчас в Украине. То есть это была Украина 98-го года. А сейчас они растут в два, в три раза в год. Новопошта Молдова. Мы работаем там, это наш бренд, это наша компания. Она так и называется, Новопошта Молдова. Все знают, что это украинская компания. И нормально воспринимается сочетание Новопошта? Без большой симпатией. Относительно небольшой рынок, пустой, на котором мы можем протестировать модели выхода на новый рынок. Не допустив все ошибки, которые мы допустили здесь, и которые сейчас здесь гораздо тяжелее исправлять. Да. Отправляя там больше 300 миллионов посылок в год, да, и имея 40 тысяч людей. Там мы стараемся формализовать бизнес-процессы сразу же. То есть сразу правильно? Мы стараемся сделать там правильно сразу же. Но по нашей идее вот эта компетенция, она позволит нам выйти уже на какие-то большие рынки. Куда выходить, я пока не знаю. А смотрите, если так получилось с Молдовой, может быть это одна из стратегий, наверняка вы ее обсуждали, идти вот в такие малоразвитые государства, страны, где как раз с помощью вас можно, во-первых, запускать там жизнь. Смотрите, с одной, может быть такая стратегия. Хотя, наверное, тяжелее, да, всегда? Может быть такая стратегия. Любая стратегия – это же выбор альтернативы, да? Можно делать так. Можно, наоборот, идти в то, что называется развитые страны. Когда мы слышим сейчас и пользуемся подобными нам сервисами за рубежом, мы видим, что можно заходить на самом деле. То есть что они там менее конкурентные? Очень отличаются страны. Допустим, если мы говорим про Германию, ну, наверное, это алый океан. Даже старые игроки практически ничего не зарабатывают. То есть идет рубка конкурентная, великолепное качество, процессы, стандарты и так далее. То есть худший рынок для вас? Да. И, наверное, туда идти не стоит. У вас нету этой карты в офисе, куда вы в свое время тыкали кнопочки? Уже, уже нет. Нет смысла. Не дает никакой информации. Слишком много. Смотри, у вас на сайте очень мало информации именно об условиях франшизы. То есть оставляете заявку, узнаете. Может, ты расскроешь эти секреты? То есть какие у вас, ну, сколько нужно инвестиций, какой уступительный износ, есть ли он? Мы не берем никаких денег за паушальный износ. Мы даем возможность нашему новому партнеру, то есть инвестировать данные средства непосредственно с антаризацией отделения. Сколько денег нужно на запуск отделения? Значит, ну, средний запуск отделения, это в зависимости от формата, то есть без ограничений, либо с ограничениями до 30 килограмм, то есть это от 5 тысяч долларов. От 5 тысяч долларов. Это, наверное, не такое отделение, да? Это больше, 20 плюс. 20 плюс? Да. Дальше нет. То есть сроки окупаемости в зависимости, опять же, от оборота, то есть в среднем где-то от 8 месяцев до 15 месяцев где-то. Какие-то роялти у вас есть или это? Роялти есть, роялти есть. Роялти достаточно низкая, то есть это 0,5% от оборота. От вознаграждения. То есть сколько максимум, сколько можно забить Украиной новыми почтами? Цель на самом деле быть в каждом селе. Вы знаете, у нас здесь есть начинающий блогер, он тоже завел свой канал, наш оператор Андрей Лесневский, он тоже снимает. Вот, кстати, со мной снял НТВ, можете посмотреть, узнать там много нового. Ты хочешь что-то спросить у Вячеслава? Да, ваш партнер Владимир недавно высказывался по поводу качества дорог в Фейсбуке, и он высказывался о том, что предприниматели управляли бы лучше, чем сейчас Украфтодор. Если бы юридически это было возможно, вы бы пошли в эту историю? Смотрите, какой умный оператор. Молодченька. Смотрите, ответ будет не гипотетический и не про далекое будущее. Пошли бы вы или нет. Давайте говорить просто в будущем времени. Мы пойдем, я думаю, что рано или поздно какие-то юридические основы появятся, концессия или просто частные дороги. Мы однозначно в это верим. То есть вы готовы строить дороги? Мы будем строить дороги, мы будем строить дороги, мы будем в этом участвовать. Гарантированно мы их лучше построим, лучше будем обслуживать. Надо сказать, что сейчас что-то меняется, какие-то появляются дороги, там, где они были просто на карте, де-факто не было. Николаев Криворог появилась вдруг дорога. Но я считаю, что туда нужно пустить бизнес, бизнес все построят сам. У нас даже есть несколько на карте пунктиров, где бы мы построили или восстановили дороги. Поэтому да, я абсолютно поделаю, это наша единая позиция. Есть кейсы в мире, когда государство полностью отдало дороги? Бенетон, Италия. Бенетон. И как у них там с дорогами? У них прекрасная с дорогами. Это большинство автобанов итальянских строила корпорация Бенетон. Я так понимаю, у нас уже 10 минут. Я последний хотел вопросик задать. Он вообще не про бизнес. Вы сейчас воспитываете уже двоих сыновей. Одному, я так понимаю, совсем немного еще. Годик. Одному чуть больше года, второму почти 10 лет. Вот мы тут говорили про, не хочется эту тему переводить на детей. Но в общем, вы как-то используете подходы или свои, может быть, какие-то ошибки при воспитании старшего сына. Хотя сложно назвать воспитанием еще вот этого малявки. Но тем не менее, что может поменяться? Как вот сейчас воспитание детей меняется для вас лично? Давайте так. Я начну с того, что это очень интересный процесс. Это очень интересный процесс. Мне очень нравится этим заниматься. Знаете, когда я вижу родителей, которые пытаются сбагрить детей на нянь, бабушек и так далее, я считаю, что они многое теряют, если честно, в жизни. Очень многое, на самом деле, на мой взгляд, очень многое зависит от генов, если так уж честно. Серьезно? То есть воспитать прямо... Мне кажется, что процентов 70, условно, человека определяются генами. Я не знаю, это правильно или нет, с точки зрения науки, прав ли я, не знаю, мне это кажется. Но зато остальные процентов 30, это точно твое, и это многое, то, что от тебя зависит. Если говорить про моих ребят, ну, во-первых, они достаточно разные по темпераменту. Да, очень похожи внешне, но очень разные по темпераменту. Наверное, я сейчас гораздо больше занимаюсь старшим. Я стараюсь его втянуть в спорт. Я стараюсь воспитывать у него почтение к знаниям и к обучению. Он хорошо учится. И главное, что он учится легко и с удовольствием. Я думаю, что это то, что мы стараемся ему в семье прививать. Субтитры сделал DimaTorzok